Ежегодная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» собрала днём в воскресенье любители зимних видов спорта на лыжной базе. Принять участие мог каждый желающий, независимо от возраста и рода занятий. 34-я «Лыжня России». В этот день по всей стране стартует это мероприятие. И наш город не исключение. В республике у нас 6, 5 или 6 городов, которые удостоились этой чести. У нас были три основные дистанции. Это возраста 2001 и моложе. Мальчики и девочки бежали у нас полтора километра. Следующая дистанция 5 километров. Там у нас выступали женщины 2000 года и старшие. И основная масса у нас бежала в возраст 2000-2001. А 2000 и старшие – это мужчины. Выступали на дистанции 10 километров. По словам организаторов, за несколько часов до старта более 200 атрибутов участников состязаний были вручены лыжникам. В общей сложности было несколько сотен спортсменов из Нефтекамска, Бирского и Краснокамского районов и не только. Школьники из села Кореево регулярно и вполне успешно выступают на соревнованиях по зимним видам спорта. Места не занимала, но командные занимали. Командные какие у вас места обычно? Третьи, вторые и первые были. Спорт важен для здоровья. Часто ли ты принимаешь участие именно в лыжных фондах, в лыжных соревнованиях? Да, я часто принимаю участие в лыжных фондах. А со скольки лет катаешься и почему именно лыжи? Лыжи – это потому что здоровье. А я катаюсь с пятого класса. Наряду с профессиональными спортсменами состязались и любители. Некоторые пришли даже с семьями, чтобы принять участие во всероссийском мероприятии. Супруги Ахатовой и три их дочери всем остальным видам спорта предпочитают именно лыжи. Я сама начала 35 лет, конечно, после рождения ребенка. Вот и 13 лет вместе с ней и катаемся. Старшие девочки-двойняшки тоже катались на лыжах. И мы все семьи, так как первое наше начинание катания на лыжах, получилось так, что мы начали участвовать в семейной эстафете о энергетиках в Уфе. Вот и там призовые места занимали вместе с энергетиками. И решили продолжить? И решили продолжить. Сейчас уже для здоровья катаемся. Свежий зимний воздух, сказочный лес, хорошее настроение и положительные эмоции стали наградой для всех участников лыжни России. По их словам, в этот день главным было именно участие, а не результат. Тем не менее, без заслуженных медалей и дипломов призеры не остались. Зульфия Амирова, Ильшат Исламов. Время новостей.